привет всем я максим покровский я из группы ногу свело я сегодня вам расскажу о том как я и мы все семьей переселились нью-йорк о том как мы здесь освоились о том как мы пережили к вид о том как мы научились жить работать производить сами о том как мы пользуемся правом свободно выражать свое мнение о том как мы встретили эту отвратительную войну и как проводим все эти военные месяцы о нашей музыке о наших клипах о наших взглядах немножко о нашем быте так что добро пожаловать присоединяйтесь мы можем прогуляться посмотреть на так называемый наш нью-йорк я вот это не очень люблю что вот наш нью-йорк прям но тем не менее мы в этом городе достаточно много снимали достаточно давно живем очень много с ним связано поэтому давайте пожалуйста пройдемся сразу скажу мы посетим наверное процентов 20-30 тех мест где мы снимали если повезет чуть больше начнем прямо сейчас потому что так начинается клип игры с огнем отсюда и пошел где ты там и я где я там и ты вот наши и клыки вот наши и хвосты мы пришли на одной из главных локаций съемок клипа золотое время что называется документалка так документалка золотое время для нас на настоящий момент самый главный самый знаковый клип по куче причин почему я сказал документалка так документалка это здание сейчас разрушают наверное можно сказать что мы были одними из последних кто запечатлел это здание я не знаю мне жалко разумеется что этого места не будет в каком-то смысле круто что мы его запечатлели что она осталась эти постоянные стройки но и вот это конечно ехать мать вау ее кублин сделаю к я сейчас какой-нибудь пост может быть даже это в каком-то смысле нормально то есть может быть пора с этим совсем проститься мы сейчас пишем новую песню у нас идут странные разговоры по поводу нее она называется вальс у летающих птиц она жутко депрессивная и она в чем-то повторяет с новым годом сынок и даже когда мы обсуждаем идею видеоклипа который может быть и не будет мы сегодня не знаю будет ли видеоклип на эту песню или нет там хочется в этом видеоклипе прийти к чему-то светлому то есть как бы дойти до дна вот то да до чего должно дойти общество до этого дна и оттуда уже оттолкнуться и пойти немножко вверх это что-то светлое опять я да я не имею представление получится у нас это или нет но как бы вот основная мысль которая у нас сейчас звучит у нас это это у нас больше стане с моей женой таней при обсуждении этого видео что это некое все-таки осознание как я уже сказал это даже покаяние просто просто нация должна совершить это покаяние и вот это ну расхожая мысль фраза идея о том что нужно достигнуть дна чтобы пойти наверх вот сейчас наверное время хотя это я здесь говорю в нью-йорке в россии никто этого не понимает и никто как бы не не ощущает этого дна значит они еще не достигли этого дна сегодня выбрали вождя и по ходу бога солнца и дождя человеку очень нужен бог потому что он без бог когда мы писали вот те протестные песни которые были предвоенными к видными было какое-то ощущение что мы просто реально на свою задницу неприятности ищем перед тем как мы зарелизили клип запали всю неделю я вообще трясло пришла идея когда уже случилось белоруссия но еще не отравили навального снимали мы клип когда уже отравили навального потом мы разумеется высказались поддержку навального нам казалось тогда что уже достаточно большие неприятности мы свою жопу нашли но это было только прологом вообще прелюдии к тому что я сейчас говорю уже не о себе и там и о себе и о нас как а части всего того что происходит в общем тогда это еще был какой-то детский сад реально мы заходим в трибьют парк его достаточно долго реконструировали в прошлом году по моему закончили эту историю отсюда прекрасный вид на залив разумеется на манхэттен в общем здесь хорошо паланчеваться этот парк этот трибьют парк почему его называют трибьют потому что он в память о печальных событиях 9-11 здесь даже кусок здания на кирпичках написаны имена вот имена наверное пожарных для купленного в магазе борща очень-очень даже постный прекрасный борщ что русскую культуру говорить отменили мозги и совесть у вас отменили вся эта большая зона это тот самый любимый нами форт тилден где мы снимали клип дышать здесь живут люди здесь вот какая то есть у них такая резиденция что называется у них какие-то свои огородики здесь есть такая вот глупость веселая она не играет как видите вот но и ни в одном из клипов не участвовал просто вот это какое-то такое супер странное место там лошадки пасутся а за года там два наверное до того как мы снимали дышать нас привез сюда один наш друг и показал на в принципе это место жить встать и дышать три года спустя здесь раньше стояло орудия стояли орудия одно из них стояла здесь эти орудия защищали подступы к нью-йорку не понимал как избивают за то что кей пытая кошек и собак стреляет не понимал когда бросается гранатами ходят в масках с автоматами дышать это наш второй к видный клип к видный клип это значит что к видный сингл потому что почти на каждую песню мы снимали клипы еще раз напомню все у нас началось с песни золотое время дышать это вот вторая песня будем называть ее протестные песни хотят когда когда мы делали дышать когда мы записывали песню дышать и когда мы снимали видеоклип на эту песню тогда еще не случилось безобразие в беларуси и тогда еще не был отравлен навальный и по нынешним меркам было достаточно далеко до этой отвратительный российской агрессии в украине ребят мы погружаемся на паром который называется south ferry мы идем на стейтен айланд на пароме вот леди просто вручает пожалуйста нам как мы можем помочь украине вот это был перейдем спасибо большое спасибо спасибо тебе все данный название чтобы Это название группы «Ногу свело», это как «Н-О-Г-У», «Ногу свело». Что означает? Что означает «крamping my leg». Это для меня стало сначала некомфортной, потом вообще невыносимой, и мысли о переезде уже стали потихоньку принимать какие-то очертания комплексной задачи. Ну, сначала выбор пал на США, в принципе. И одна из главных тем, почему США, потому что это единственное практически место, ну, по крайней мере, оно для меня единственное, где, являясь тем, что они называют «талантом», «артистом», «extraordinary», ты можешь в итоге стать сначала легальным президентом этой страны, а потом и гражданином этой страны. Я к этому шел долго. Почему Нью-Йорк? Ну, это достаточно понятно. Его называют центром вселенной, он таковым в каком-то смысле является, но Нью-Йорк прежде всего важен тем, что он, во-первых, мультикультурен. Даже более важно то, что здесь легко, относительно легко было собрать группу. При всем при том, что мы стали во многом другими, ввиду того, что поменялась окружающая среда, но все равно вот этот катализатор, вот эта дуринка, особенно, когда мы концертный коллектив, особенно, когда мы в поездке, это не… без этого нельзя. Что быть-то, я не знаю, таким ходить, таких прям, все, одеться так, серьезно. Таких, такие люди были, они такие были и есть, которые серьезные, для которых рок – это серьезно, это честно. Гузовише, сука! Загубатки за его, за честные губы. Дотянул бы его тебе туда, до объектива, блядь, его честные губы, блядь, со всей его, сука, ебаной честностью. Сука, вот, 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 вот так бы, вот так бы, блядь, по ушам ебанул, блядь, сучар. Поэтому вот эта вот кристальная, кристальная серьезность, кристальная честность, вот такая вот, ага, знаю, блядь, сука, блядь. Эх, ну, должен, должен быть где-то. Пока же не можем не заметить статуи Свободы, мы к ней очень хорошо относимся, мы ее очень и очень уважаем, потому что она олицетворяла, олицетворяет и будет олицетворять нашу с вами свободу. Свобода тех, кто ее действительно хочет, кто ее достоин, кто к ней стремится. Мы проехали Манхэттен-Бич, и вот здесь, если видно, вот береговая линия, заканчивается каменный берег и пошел песчаный. Вот это благословенное место называется Брайтон-Бич. Это не обязательно русскоязычный, постсоветский, в каком-то смысле русский, в каком-то смысле русскоязычный рай. А по Брайтушке идет мужичок, а на Брайтушке готов шашлычок. Ребята, мы с вами вступаем на Брайтон-Бич. Это место совершенно легендарное даже для меня. Я к нему отношусь с такой трогательностью и с такой любовью, которая абсолютно искренняя, которая относится к детям. Вот здесь этот непередаваемый дух Советского Союза, он уже и в Советском Союзе-то его не был. Он здесь какой-то свой, но тем не менее у меня нет слов, чтобы это описать. Каждый раз, когда мы на Брайтоне, мы заходим в один из продуктов русский магазин, чтобы купить, ну, прежде всего, это черный хлебушек. Разумеется, конфетки, белорусское сало здесь прекрасное. Разумеется, не каждый раз, а когда есть, я покупаю маринованный кавун, то есть маринованный арбуз. Это прекрасная украинская закуска, и когда она есть, я прямо у нее обстюмка течет. Вот наше сердце. Я имею в виду не в человеческом смысле, а в техническом. И вообще самое важное место – это наша студия. Вот она такая. Первым, по-моему, нашим выступлением была съемка и выступление. Это онлайн-концерт в поддержку Беларуси. И я не помню название, это когда началась война, это поддержка Украины, один из концертов. Начиная с золотого времени все песни сделаны здесь. Вот это рабочее место. Я не пользуюсь большим компом, у меня все лаптоп. И я вот так вот и записываю, вот так вот. Вот так, вот так, нажал, сыграл, один аккорд нажал и пошел дальше. В первые дни войны я понял, что надо писать песню. В первые дни войны я ее написал. В первые дни войны я ее записал. И мы достаточно быстро сделали, пользуясь кадрами документальными, видеоклип. А песню нам не нужна война. Очнитесь, умойтесь, свободно вздохните. Проблюйтесь, прозритесь, но не молчите. И затем началось какое-то время написание вот таких плакатных песен. Тут я, кстати, поскольку я сам как бы вырулил сюда на это слово плакат, я хочу сказать, что вот мне многие говорят, что вот да, Макс, вот и такие, ну как бы лояльно по отношению ко мне настроенные интеллигенты говорят, ну да, Макс, плакатность, мы это понимаем-то. Че ты понимаешь? Че ты понимаешь? Это сделано быстро, потому что надо было сделать быстро. Потому что надо было сделать не быстро, а быстрее. Как я уже зарекся не говорить, но сейчас я нарушаю данное себе обещание и говорю, это надо было сделать вместе всем музыкантам. Так у нас начинается песня «С Новым годом, сынок». Мы когда говорили, обсуждали с Артуром Смолениновым звук, ну и микс этой песни, поскольку он замечательный музыкант, он этим увлечен. Он говорит, Макс, ну вот там бы немножко добавить как бы так все-таки живого звучания в песню, потому что вот эта сэмплерная у тебя вот там, может быть он и сказал «Колимбо». Ну, в общем, вот этот сэмплерный вот этот звук. А я ему пишу, нет, дорогой. И та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, в общем, я ее играл, вот так сидел, вот так сидел, вот так, скрюченный так. Играл. Это у нас мини-гостиная, она предшествует студии. Она тоже в съемках проучаствовала. Здесь я просыпаюсь, отрицательный герой в клипе «Хочу бодаться». Это был предковидный период, и нам очень многое не нравилось, но мы тогда не понимали, против чего мы выстаем. В частности, песня «Хочу бодаться» – это о потреблении животным как таковом. Практически все делали вместе, начиная с момента начала пандемии, даже раньше. Кто такие мы? Мы – это не только ногу свело, а Таня – моя жена. Иногда мы снимали просто вместе, иногда снимала она совсем, как, например, первую нашу работу, точнее ее нью-йоркскую часть – это клип «Игры с огнем». В съемках у нас принимал участие не только передний двор, фронт-ярд, но еще и задний двор, бэк-ярд. Причем этот в сто раз более эпично. Именно здесь снималось «Поколение Z». Русские, мы одичали, но были не так опасны, пока мы чали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами. О, получилось! А, да, мы записались с профессиональным музыкантом орки. О, у меня даже повело чуть-чуть, потому что много дыхания. Но, когда я стал записывать «Prison Romance», «Романтику тюрьмы», я подумал, о, сейчас собираться, звонить, и у каждой же гармошки своя тональность. Вот повезло, тональность этой гармошки подошла под тональность песни, и я решил вот вымучивать сам. Нам в какой-то момент пришла эта штука, когда мы минули сотню тысяч. В общем, сейчас для большого YouTube-канала сотни тысяч – это не так и борзо. Мы очень гордимся своим YouTube-каналом. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Он не самый большой, но он растет, и растет он благодаря вам. Сейчас у нас более четырех вот таких сотен. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было намного больше, но все в ваших силах. Написав уже десяток или там близко к тому антивоенных песен, а до этого написав примерно такое же количество протестных песен, я нахожусь в свободной стране, мне никто не платит. Ни россияне, ни госдеп. Если что-то мне не понравится в том, что происходит в Америке, я об этом тоже буду говорить и говорю. Поэтому я могу жить в этой стране, в которой человек может свободно жить, свободно говорить, свободно делать свое дело. Сейчас мы пришли с вами в местечко, которое называется Плам Бич. Именно здесь мы сняли свою работу, которая у нас пока еще лежит на полочке, ждет своего часа. Это наша будущая работа, называется Титан. И специально для вас мы сейчас покажем несколько секунд этого клипа. Я себе позволить могу пару-тройку фальшивых нот. Все равно в этом аду никто не поймет. Я точно не нью-йоркер, которому нужны вот шумные улицы. Я не знаю даже, какой я нью-йоркер. Вот все-таки не совсем такой. Но поскольку мест, о которых мы сегодня говорим, похожих, достаточно большое количество, ну, наверное, какое-то впечатление может сложиться о том, что для нас вот наш многосвиловский Нью-Йорк. Я, будучи счастливым человеком, постоянно гневлю боженьку тем, что я недоволен тем, что я имею, с точки зрения наших достижений. Поэтому я счастливый, неугомонившийся человек. Я мечтаю о трех вещах. Первое, в нашей большой компании я хочу только одного – постоянства, чтобы все было так. сколько угодно будет Господу. Второе, я очень хочу, сохраняя все свои взгляды, убеждения, выйти из состояния написания антивоенных песен и войти в какое-то другое состояние. И над всем этим, разумеется, желание, чтобы произошло самое главное, чтобы скорее закончилась эта отвратительная война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова